Доброго времени суток, дорогой зритель! Твоему вниманию полный школьный курс истории Беларуси для подготовки к экзаменам ИЦТ. Совсем скоро, 4 июля, пройдет главное испытание года для всех историков и специальностей, которые требуют знания этого предмета. Каждую неделю мы будем выкладывать видеоролики для активной подготовки к ИЦТ. Начнем с первого раздела и разберемся, как развивались белорусские земли с древнейших времен до середины 13 века. Первая тема. Первобытное общество на территории Беларуси в эпоху каменного, бронзового и железного веков. Первобытная история всегда начинается с появления человека. Ученые твердят, что первая попытка проникновения на белорусские земли была совершена 135 тысяч лет назад, что более точно произошло 40-35 тысяч лет назад, когда на наши земли попали карманьонцы, так называют антропологических предков современных людей. Беларусь – северная страна в отношении всяких Египтов и Месопотамий, а значит здесь гораздо холоднее. В древности на нашей территории долго жил ледник. То уходил, то приходил вновь, поэтому заселение всей Беларуси происходило крайне медленно, а в холодном климате людям приходилось приспосабливаться и выживать. Сначала люди заселяли юг белорусских земель, продвигаясь по рекам Припяти-Сош. Они делали привалы или первобытные стоянки. Археологи отыскали две древнейшие стоянки на нашей земле в Юровичах 26 тысяч лет назад и в Бердаже – 23 тысячи лет назад. Все находятся в Гомельской области. Обрати внимание, в ЦТ про них могут спросить с другими датировками – 24 и 21 тысячелетия до нашей эры, так как в таком варианте отбрасывается два тысячелетия, которое прожило человечество в нашу эру. Археологи нашли на стоянках остатки человеческой деятельности – жилища, орудия труда, кости и черепам животных. В особенности ценились мясо и шерсть мамонта. Его кости позволяли строить жилища, шерсть – греться в студеную пору, а мясо – сами знаете что. Важным элементом жилища было кострище, которое располагалось в центре круга камней. Жилище было схоже с шалашом, углубленным в землю. Поскольку первобытная история включает в себя десятки и сотни тысячелетий, ученые для удобства разделили ее на периоды в зависимости от господствовавшего в тот или иной период орудия труда. Так известны каменные, бронзовые и железные века. Существует также и общеисторическая периодизация, которая учитывает особенности социального развития на белорусских землях. Так, для ранних периодов первобытности характерно господство родов или ротовой общины, представители которых из-за табу не могли вступать со своими родственниками в врачные отношения, поэтому смешивались с представителями других родов, в результате чего возникали племена. Для железного века и средневековья характерно развитие соседской общины. Важно отметить, что в годы родовой общины важным фактором была рождаемость. Именно поэтому женщина занимала центральное место в обществе, которое ученые именуют матриархатом. С родителем хозяйственной деятельности, неравенства в обществе и ростом военных конфликтов происходило перераспределение значимости ролей. Так возник патриархат, или большая патриархальная семья, общество, в котором главенствующая роль отводилась мужчине. В каменном веке, который длился до конца третьего тысячелетия до н.э., люди пытались выживать. В их поседневную жизнь входили занятия по поиску пропитания и борьба за место под солнцем. Поскольку орудия труда были примитивными, а жизненный опыт скуден, первобытности никто не ходил на заводы и не сидел в компьютерах. Их не было. Первобытные люди искали корешки, ягоды, фрукты, охотились на животных. То есть ничего не производили, а брали от природы все в готовом виде. Такой тип хозяйства называется присваивающим. Человек осваивал мир с нуля. Ему удалось обуздать огонь, а также изобрести остроконечные орудия, каменные топоры, копья, резцы и скрипки. Охота была важнейшим занятием первобытного человека. Чаще всего применялась загонная охота, которая включала в себя преследование животного до ловушки. Также люди занимались верболовством и сбором меда диких пчел, которое называется бортничеством. В эпоху мезолитов, примерно в 10-м тысячелетии до нашей эры, ледник окончательно отступил на север. Белорусские земли зеленели и обрастали водоемами, формировалась современная флора и фауна. Огромные животные отошли в небытие, а заменили их мелкие, ловкие гидры. Из-за этого человеку пришлось эволюционировать. Так в мезолите появились луки-стрелы, распространились челны для переправы через водоемы. Человек приручил или доместицировал первого помощника из животного мира, собаку, что позволило заниматься индивидуальной охотой. Улучшение хозяйственной жизни и климата способствовали приостановлению вечной человеческой миграции. Изобретение новых орудий труда, одомашнивание животных, накопление запасов еды обусловили переход человека к осырлому образу жизни. Для хранения заготовок и организации бытовой жизни люди стали изобретать глиняную посуду и ткать одежду. Около 4-го тысячелетия до н.э. зародилось ткачество гончарства. В каменном веке важнейшим элементом для орудий труда был кремень, который добывали в шахтах. Одна из них была найдена археологами около поселка Красносельский в Волковыском районе. Социальная организация первобытных людей представляла собой первобытное человеческое стадо, состоящее из 50-70 кровных родственников, возглавляемых старейшиной. Первоначально существовал матриархат, о котором речь шла выше. Человеческая наблюдательность, развитие орудия труда и рост производства привели к зарождению новых занятий, животноводства и земледелия. Поскольку эти виды хозяйственные предусматривают личный вклад в производство самого человека, такой тип хозяйства получил название «производящая». Переход к нему на белорусских землях произошел в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, в конце 8-го века до нашей эры. Это был бронзовый век. Бронза способствовала повышению качества обработки земли. Она была прочнее и мощнее, воины стали агрессивнее. Однако стоит заметить, что как таковых металлов, из которых получается сплав бронзы, на белорусских землях никогда не было. Они поступали к нам в результате торговли с южными племенами. Развитие земледелия происходило в несколько этапов. Первоначально люди применяли мотыги для обработки земли. Однако из-за лесных массивов наших земель обрабатывать было нечего. Необходимо было отобрать у леса землю, для чего деревья выкорчевывались, пни сжигались, а полученное поле на несколько лет оставалось бесхозным, чтобы впоследствии усеять его злаками. Такой тип земледелия называется подсечно-огневое. Рост значимости физического труда обусловил сдвиг от матриархата господствующей социальной роли мужчины. Кроме социальных и хозяйственных процессов на белорусских землях стоит упомянуть важнейшую особенность бронзового века. В это время происходит активная миграция индоевропейских народов. Это большая группа современных народов, в которую входят все народы от Индии до Европы. Первыми представителями индоевропейцев на белорусских землях были племена Балтов. Индоевропейцы принесли нам изобретение колеса, а также новое орудие труда. На рубеже восьмого-седьмых веков до нашей эры начинается железный век. Формально он продлится до пятого века нашей эры, когда начнется средневековье, а археологическая периодизация уже будет не актуальна. В то время люди выяснили, что руда, которую они находят в болотах и других водоемах, при выплавке становится крайне твердой и прочной. Этого нововведения наши предки взяли себе на вооружение. Они стали часто добывать руду, выплавляли ее в печах-домницах, в результате чего получали пористую массу или крицу, которую отбивали от шлаков, получая в итоге готовые железные изделия. Изобретение железа позволило усовершенствовать орудия труда. Появилось рало с железным наконечником-сошником, которым вспахивали землю, что в свою очередь к появлению излишков труда и социальному неравенству. Из-за неравенства люди вступали в конфликты, а для защиты от нападений возводились городища, укрепленные поселения. С развитием хозяйственных занятий и усложнением социальной жизни развивались и мыслительные процессы первобытного человека. Наши предки пытались объяснить себе мир на основе жизненного опыта и их знаний. В силу отсутствия систематического научного изучения окружающей среды, люди объясняли себе такие явления, как гром, дождь, смерть, ярость, через представление о божественной силе. Они доделяли ею все, что есть вокруг. Верили люди и в существование духов и душ, которые продолжают существовать вне тела после физической смерти. В курганах, крупных захоронениях, можно встретить не только умерших, но и их вещи. Это говорит о том, что наши предки верили в закрупную жизнь. Чтобы сделать себя сильнее в настоящей жизни, первобытные люди собирали и изготавливали амулеты, талисманы, обереги, то есть были фетишистами. У каждого рода были собственные верования и тотемные животные. Вера в богов проявлялось в проведении обрядов и праздников. Для этого люди первобытности создавали различные статуэтки, идолов и истуканов, играли на музыкальных инструментах, бубнах и дудках, рисовали узоры. Женщины носили украшения. Популярным праздником была тризна – своеобразные военные игры в честь погибших. Таким образом, мы выяснили, что первобытность делится на три периода – каменный, бронзовый и железный. Первое проникновение человека на белорусские земли произошло в каменном веке. В ледниковую эпоху первобытные люди занимались присваивающим хозяйством, выживая в суровых условиях. После ухода ледника формировалась современная флора и фауна. Люди переходили к осядлому образу жизни. В бронзовом веке на территории белорусских земель проникли интеропельские племена Балтов. В железном веке совершенствовались орудия труда за счет выплавки болотной руды в печах-домницах и получения крицы. Первобытные верования базировались на страхе перед природными явлениями. Вместе с первыми религиозными представлениями возникло первобытное искусство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...